Парки и набережные наших городов. Обзор. Города и села России. Парки и набережные наших городов. Обзор. В Надыме открыли обновленную набережную. 21 октября в Надыме Ямало-Ненецкого округа после реконструкции открыли городскую набережную на озере Интарном. Теперь береговая линия одета в брусчатку и гранит. Здесь появились ограждения, обустроены спуски к воде, архитектурные формы, клумбы для растений. По периметру двухъярусной набережной предусмотрено освещение, расположены зоны для отдыха со скамейками. Прибрежная территория благоустроена впервые за 40 лет. Изначально объект строился не для досуга, а для укрепления берега и защиты близлежащих жилых домов от подтоплений. Реконструкцию проводила подрядная организация «Запсибгазпромгазификация», работы велись круглосуточно. В дальнейших планах продолжить благоустройство и преобразить еще свыше километра береговой линии Янтарного. Кроме этого строители провели укрепление берега. В Санкт-Петербурге с нуля создали Малые и Большой Ленинские сады. На Пороховых разбили Малые и Большой Ленинские сады. Несмотря на то, что название они носят много лет, по факту это были пустыри, на которые заезжали машины ради пикников. Малый Ленинский сад расположен между Ленинской Слободой, реками Лубей и Охтой. Большой Ленинский между Омхтой, улицей Потаповой и шоссе Революции. Названы они по Ильинской церкви, расположены рядом. Малый Ленинский фактически представлял собой пустырь, а в Большом Ленинском можно было обнаружить тропинки. Летом 2019 года начались работы по превращению обоих садов в полноценные зеленые зоны. Заказчиком была администрация Красногвардейского района. Там, по наблюдениям канонера, проложили мощные и насыпные дорожки, сделали деревянные площадки на берегу со скамейками и лежаками. В центре поместили детскую и спортивную площадки, а также навес. В Дивногорске открыли набережную Енисея. В Дивногорске 29 октября состоялось открытие обновленной набережной имени Ва и Ленина. Она построена на том месте, где в 1888 году обосновались первые поселенцы, где была заложена первая улица города. В результате проведения работ на набережной установили новую систему освещения, удобные скамейки и качели, игровые площадки со специальным прорезиненным покрытием, деревянные настилы и спуск к воде. А также построили информационный центр. Стоимость работ составила 76 миллионов рублей. В Карелии открылся новый парк 26 октября в Суайарви Карелии и открылся новый городской парк Сувилахти. Расположение парка выбрано не случайно. На этом месте ранее было местечко Сувилахти, здесь рождался город Суайарви. Идея проекта состоит в особенности ландшафта и уникальности территории на границе двух культур – финской и карельской. В парке работают исторические и игровые зоны, амфитеатр, детская площадка, павильоны, беседки, арт-объекты Волны Времени, мир и Суайарвская рыбка. Городской объект обошелся федеральному бюджету в 30 миллионов рублей. В Дзержинске открылся новый скейт-парк возле Мбуфок Дзержинска Нижегородской области. Построили скейт-парк. Комплекс состоит из 29 фигур как для начинающих спортсменов, так и для тех людей, кто занимается этим видом спорта не первый год. Скейт-парк представляет собой специально подготовленный комплекс горы к повышенной сложности, состоящий из серии различных фигур и трамплинов разного уровня сложности, рейла и грани, которые использует спортсмен при выполнении различных элементов скольжения, финтов и трюков в прыжке. Средства на возведение объекта были выделены из бюджета Нижегородской области. Скейт-парк работает ежедневно с 8.00 до 22.00. Ранее стало известно, что в Нижегородской области в 2019 году планируется создать шесть скейт-парков. Общая сумма их финансирования составит 30 миллионов рублей. Новый благоустроенный парк и мемориал участникам Великой Отечественной войны 3 сентября открылся в селе Великий Враг Кстовского района Нижегородской области. Благоустройство парка шло в двух этапах. В 2018 году на его преображение из федерального, областного и местного бюджетов был выделен 1 миллион рублей. В 2019 еще 2 миллиона. Также 1 миллион рублей был выделен на создание мемориала Великвражцам участникам Великой Отечественной войны. В рамках благоустройства территорию мемориала очистили от поросли, выложили дорожки из брусчатки, установили светильники, камеры видеонаблюдения, лавочки и урны. Также было проведено озеленение парка. Там высадили более 100 деревьев и кустарников. Появился спортивный и игровой инвентарь для взрослых и детей. Всего в Нижегородской области в 2019 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 миллиардов рублей. В четырех селах Волгоградской области открылись новые парки. На этой неделе завершились работы по благоустройству сразу четырех центральных усадеб сельских поселений региона. Новые парки появились в поселке Нижинском и хуторе Гурово-Ольховского района, селе Черебаево-Старополтавского района, хуторе Приморском-Калачевского района. Специалисты обустроили пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, а также установили лавочки, смонтировали системы освещения, ведя наблюдения и полива, сообщили в пресс-службе администрации региона. А в селе Черебаево установили не только малые архитектурные формы, но и построили летнюю сцену и фонтан. С 2016 году сельские поселения Волгоградской области могут получить по 3 миллиона рублей на благоустройство центральных усадеб. За 5 лет этой возможностью уже воспользовались 220 населенных пунктов. В 8 парках Подмосковья установили новые детские игровые комплексы. Площадки уже появились в парке Костина в Королеве, центральном парке Реутова, парке Скидские пруды в Сергеевом посаде, в парке Культуры и Отдыха Сказочный в Красногорске и в парке Дубки в поселении Калининице в Нарвофоминском округе, а также в парках Пиастовский, Заречная и Никольской Архангельске в Балашихе. Под областную программу для парков разработано несколько концепций площадок остров, джунглей, космос, созвездия, молекулы, атом. Они подбираются в соответствии с ландшафтом в зоне размещения. Так, площадка-остров одна из 11 детских площадок, которые появятся в этом году. По ее территории будет протекать река из акрила с островками-батутами. На берегах расположен мини-скалодром. Здесь же разместятся различные горки и качели. Свои дополнения в концепцию площадки смогли внести сами жители муниципалитета во время общественных обсуждений, которые прошли в мае в парках, отметил Хайкен. В этом году впервые вместе с родителями элементы игровых зон выбирали дети. Кроме 11 игровых комплексов в парках в Подмосковье в 2019 году планируется установить не менее 213 современных детских площадок в дворовых территориях. Новый фонтан открыли в Волоколамском округе. У территории спортивного комплекса «Лама» в Волоколамском городском округе запустили новый плоскостный фонтан с подсветкой, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. У спорткомплекса установили столики, реорганизовали пешеходную структуру. Перед площадью фока установили входную группу из металлических элементов. Дополнительно организовали места для отдыха со скамейками и урнами, обновили детскую игровую площадку, скоро установят опоры освещения. Также появились дополнительные парковочные места вблизи площади. В пресс-службе отметили, что в Волоколамском городском округе в этом году благоустроили территорию железнодорожного вокзала. Здесь появились места собрания и ожидания пассажиров, установили малые архитектурные формы, скамейки, урны, оборудовали освещение и заменили покрытие мощения. В селе Клиновском Новой Москвы открыли парк. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов открылся 18-й по счету парк. Новая зона отдыха на природе появилась в старинной усадьбе в селе Клинова. На участке 2,2-го провели несколько этапов благоустройства. Специалисты установили удобные лавочки, обустроили две детские и одну спортивную площадку, оборудовали сцену и трибуны для зрителей в зеленом театре, провели освещение, озеленили территорию. Работы по благоустройству парка будут продолжены. В Крымском районе Краснодарского края открыты две общественные территории. Реконструирован парк и дворовая территория четырех многоквартирных домов в Крымске. Работы проведены по программе формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». На реконструкцию парка было выделено более 39 миллионов рублей. На площади более двух гектаров установлены три фонтана, фонари, лавочки, благоустроены детские и спортивная площадка, заменено асфальтовое покрытие, отремонтирована беседка. Кроме того, обустроена парковка и высажено 120 деревьев и 500 кустарников. На реконструкции дворовой территории четырех многоквартирных домов в городе было выделено более 18 миллионов рублей. Здесь заасфальтированы хозяйственные зоны и парковочные карманы, отремонтированы проезды, размещены детские игровые площадки с качелями и песочницами, установлены скамейки. Это уже четвертый объект в муниципалитете, который благоустроен по программе формирования комфортной городской среды. Сообщение подготовлено вместе с www.humanrs.http colon slash slash canona dot com slash 2019 slash 10 slash 04 slash 164006 slash www.http colon slash slash divnogaskadm.ru slash novosti slash item slash 6393 www.humanrs.http colon slash slash novosti slash novosti slash novosti slash dot com slash list news slash okrylzenovic skat park slash 755555 slash www.humanrs.http colon slash slash iamo dot com slash www.humanrs.http colon slash trzy-восемь-восемь-восемь-четыре-шесть-два-слешь www.humanpsadm.ru slash vvosem-e-pak opodmuska via ustinavli unikol-neededzki-gerovicomplexi dot xl https colon slash slash moserag dot com slide dot rsabitiya slash novosti slash minabrezavanie slash volokalamska gaurdskoy akrug slash noviefonte not creely v volokalamska macruze https colon slash slash www.mos.ru slash news slash item slash 61638073 slash https colon slash slash adncry.krasnader.ru slash content slash 1131 slash show slash 506399 slash UTM underscore source equals xnews and UTM underscore medium equals desktop and UTM underscore referrer equals https percent 3a percent 2f percent 2fi and x.ru percent 2f news